По поводу случая в Волгограде. Мы очень быстро забываем то, что происходит с нами, очень быстро забываем историю, все это превращается в некие мемориальные дни и изредка показываем по телевидению документальные фильмы. Вопрос не решен. Я так понимаю, что если Рамзану Кадыру удалось на территории Чеченской Республики навести какой-то порядок, который все равно, опять-таки, нарушается террористическими актами, перестрелками, то есть террористы наблюдаются на территории Чечни, Чеченской Республики, то в Дагестане, насколько я понимаю, это происходит даже достаточно часто, еще чаще. То есть, значит, первопричина существования туристических бандформирований не убрана, она не ликвидирована, финансирование, скорее всего, со стороны фундаменталистов продолжается, это абсолютно точно, пока не есть, будут даваться деньги. По поводу, кому это выгодно. Терроризм такая страшная штука, крайне лицемерная и циничная, она выгодна всем, потому что с помощью террористов можно решать задачи как с той, так и с другой стороны. Это политическая карта, которую надо просто правильно применить. Поэтому пока это есть, в общем, все под большой угрозой. Вчера это было в Волгограде, завтра это, может быть, в Москве, послезавтра в Владивостоке. Просто на какое-то время удалось что-то сделать, что-то ликвидировать. Но все-таки раз факт был, значит, мы продолжаем жить в состоянии террористической войны. Это объективная величина.